Ну что же, что там происходит? Вот, то есть им на привательские отношения. Мы им объясняли, что ведется видеонаблюдение. Мы сами снимали это все. Всем абсолютно было просто нахуй. Вот. Этот конфликт смогла уладить голова только тем, что она позвонила на Урядову горячую линию и сообщила, потому что в УВК дозвониться было невозможно. УВК просто игнорировала. Вот. Она смогла дозвониться на Урядову горячую линию и этот разговор записан у нас. Вот. Что у нас два члена комиссии покинуло участка. С Урядовой горячей линии поступил звонок на УВК, где голова распорядилась прислать нам двух представителей окружной комиссии для улаживания конфликта и дальнейших действий. Вот. При этом сейчас голова окружной комиссии почему-то об этом забыли. Что она кого-то куда-то перегревает. Что он сделал с вами. С временем. Съема. Смысл такой, что приехали два человека, они сказали, что мы все делаем правильно. У нас приостановлено засветание до момента решения, что мы будем делать. Ну, комиссия продолжала. Когда вопросы будут в общении, вопрос. Агрессия началась уже со стороны наблюдателей, со стороны представителей. Вопросы будут поделиться. Да, там, мы все делаем. Вот. На комиссии они стали просто раздавать приказы. Просто раздавать приказы. Кому что делать. Вот. Под утро, под утро над головой просто начали издеваться. Люди стали просто самовольно ходить, попитать участок. То есть на голову просто накрывать. Чуваку, которого судил вас. В связи с чем, у него и случился один. В связи с чем, она и попала в скорую. Вот. Но хочу отметить еще одно. Что пока голова была на участке, всячески пытались противодействовать пассивитации. Как только мы оказались вне участка, то есть я... Какой-то показатель человек не было. То есть человек, который оставался один в комиссии, его блокировали сотрудники милиции, которые были вызваны представителями партии региона, сотрудники милиции вдруг почему-то приехали с автоматами, с бронежилетами. Ну, не приехали, наверное, Ярослава Мазурка задерживают. Они вот до сих пор поймать не могут. Зато нашего члена комиссии они приезжают в новом оборудовании задерживают. Вот. Они его блокировали, соответственно, уже ни о какой честности, прозрачности выборов. Причем не было. Спасибо большое. Мы переходим к вопросам. Первое. Вопрос радио Свободы, панерина. Да, панерина. Я говорю, что меня удивляла ваша відповедь слухачеве или кому-то там. Вы же разговариваете про грубые порушения судороги. И разговариваете про и пан Александр, и пан Игорь говорили про то, что кто-то поддраковывал. И вы говорите, ну, если будут там, где грубые порушения, то мы будем судиться. Тут нужно уже дойти. Десь, если действительно такие грубые порушения, то нужно отстойвать или при рахунок голосов, или что-то такое. То есть вы конкретно, реально, сейчас будете дойти, или нет? Или это только на словах. Вот есть грубые порушения? Ну, все, ну, вот рассказали, все. А вот реально, какие, да, во всем мире? А коли будем? Уже пришли сроки. От, пані Світлана, вы, юрист, коли будем? Понимаете? Вон неделю сказал, на этот борец, будем. И сейчас, скажете, будем. Мы уже діємо. Ну, расскажите, что діє. Вы знаете все. Так, а вы кажете про порушение, а шо уже діє, дочим? Сроки не упущены. Промимо того, я хотела бы пояснить, возможно, не ввести его это понять сложно и неведомо, что, в принципе, изначально невозможность при системных нарушениях обжаловать результаты выборов, в том числе по целому округу, наложена в законе о выборах. Закон о выборах настолько суживает возможность обжаловать результаты выборов, что это очень слежно связывает руки и по юридической слухе. Что касается обрисания выборов недействительными на избирательных участках, закон о выборах на избирательных участках, закон о выборах исключительно в четыре повода, которые почти никогда не происходят, ну, как минимум, уже давно не происходят. То есть бюллетеней должно быть больше, чем на 20%, больше бюллетеней, незаконного голосования зафиксированного, то есть, считайте, по фамилиям должно быть прописаны те люди, за которых проголосовали, больше 10%. То есть, если, грубо говоря, на избирательном участке 3000 голосующих, то должно быть доказано 300 человек, 300 человек, за которых проголосовали. То есть 200 – это уже не повод признавать выборы недействительными. И либо 1099 тоже не повод. Либо бюллетени должны быть испорчены в количестве, по-моему, опять 20%, по-моему, 20%. То есть 20% в этом законе выбора изменения. Раньше было 10%. То есть это называется «порушение в межах дословленного». Да, и это исключительный перечень поводов, по которым можно признать выборы недействительными по участку. Исключительный перечень. Опять-таки, даже в том случае, когда есть императивная норма о том, что, например, если нарушена целостность упаковки, петонсировки бюллетеней должен проводиться пересчет, избирательные комиссии на эти жалобы не избирают. Либо вообще их не рассматривают, а по выборам мэра. Либо отказывают. В том числе, а когда мы, допустим, по выборам мэрским обжаловали это суд, суд не увидел очевидных признаков распаковки бюллетеней. Хотя эти видео были по всем каналам, и эти вещи были очевидны. Поэтому там, где есть здравый смысл, есть то, что мы видим. Системность нарушений, что они вместе влияют на результаты выборов. Есть административный процесс, который дает два дня на обжалование с момента незаконного деятельности и без деятельности. Есть закон о выборах, который подписан так, что повлиять на результаты бюллетеней выборов после того, когда ты решила, после того, когда ты решила, после того времени выборов прошел, становится максимально сложно. Но, тем не менее, у нас есть факты. По которым уже поданы иски в суд сегодня. Это без деятельности окружных комиссий. Это иски, в которых мы будем требовать пересчета по отдельным участкам. Помимо этого, у нас будет судебное заседание по голосованию и все факты, по которым мы, согласно законодательству, можем добиться правды, можем добиться исполнения буквы закона. Со всеми этими фактами мы будем обращаться. Надеюсь. А по каким окружным? Фрунзинский район. Я бы спросила, что у меня номер округа, и я его запамятила. Единственное, чего реально можно добиться. Центр округа, Фрунзинский район. Это отбалывание. И, скорее всего, будем дать там два десятых километров по округу. Единственное, чего реально можно добиться, через механизм подачи в суд, это пересажать исполнителей. То есть, добиться, признали выбором, действительным нет, но исполнителей посадить можно. В принципе, мы бы этим и занялись, но я боюсь, что система высшего, среднего, специального и среднего образования останется без кадров. Понимаете? То есть, мы можем начать сажать исполнителей, поскольку заказчиков достать невозможно. Ну и кто будет учить детей на живость? А теперь кто будет? И кто будет командовать воинскими частями тогда нашей доблестной украинской армии? А зачем, Татьяна? А ты, пожалуйста. Татьяна, на технике. У меня вопрос с первой Викторией Вероновичей. Скажите, пожалуйста, действительно ли в ночь подсчета голосов, когда уже были озвучены музыкалы, к вам поступил звонок от руководителя Харьковской ячейки партии регионов с просьбой не судиться, успокоиться и сдать позиции. Если это так, то кто звонил и что вам говорит? Так что это Кернес сказал? Кто звонил вам? Ты тоже доволен здесь не сказать. Так, кто-то звонил. Полотен, я звоню. Александр Викторович, у меня вопрос еще к вам. Мы посчитали, что, ну, собственно, это везде видно, да, что за партию регионов в вашем обуви проголосовало чуть больше 32%, да? А за представителя, мажоритарщика от партии регионов более 40%. Не кажется ли вам странным, что за вот такой 10% разница, когда голосуют за конкретного кандидата от партии регионов и не за саму партию, проводили ли вы опрос, могли ли люди сделать такой выбор странный? Ну, если она, как правило, они голосуют одинаково, что за партию, что за представителя, как правило. У Кирша тоже чем за партию больше. У меня тоже больше, чем за партию. Это нормально. Дело в том, что есть разные соображения, по которым люди отдают свои голоса в партийном развитии и персонифицировано. Если мы говорим о партии регионов, то, видимо, для тех, для кого был существенным фактор раздачи пищи, оказался важным тот факт, что пищу раздавал конкретный кандидат по партии регионов, а не партия в целом. По крайней мере, так это было за них донесено. Но многие, к сожалению, еще голосуют по принципу, кто принес гречку, тому отдаем голос. Это один из факторов. Другой фактор, видимо, личная хализма. Кандидаты в народные депутаты, неожиданные, прямо скажем, рапорты, фотографии, в которых выступала кандидат в депутаты в интернете, сыграли свою роль, и какая-то часть студенчества, и какая-то часть студенчества, может быть, и отдала свои голоса. В общем-то, партия же в целом не может. Поэтому здесь, возможно, все. Понимаете, случилось столько удивительного на этих выборах, что на то, что удивило вас, я уже не обращаю внимания, на общем фоне это меня не удивляет. Спасибо, Наталья. Виктор, пожалуйста. Пожалуйста. Медиапор, пожалуйста. У меня пару уточнений, если можно, вот к юристам изначально по поводу исков. Какие суды вы подали, по каким округам, если можно, сколько вообще исков? Вот, в вашем сфере рассмотрении, и чего вы конкретно хотите добиться? И еще у меня уточнение уже кандидатам по поводу больниц, вот что вы сказали, что увеличилось резко-силечество пациентов, хотя в каких больницах? И по поводу участия преподавателей, тоже какие-то университеты, если можно, какие-то конкретно сотрудники? Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...